День учителей в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин наградил заслуженных педагогов. Им вручили медали и благодарности. В ходе встречи обсудили работу последних пяти лет в сфере образования. Глава Химок рассказал, какие произошли изменения. Для меня это очень важно, что у нас на доверительном ключе сегодня работает наша система образования. Ваша задача, как говорится, учить, отправлять городским хозяйством. И те планы амбициозные, которые мы себе поставили, и 30 детских садов, и 11 школ. Я эти цифры не перестаю подтверждать и повторять. Строительство социальных объектов – приоритетная задача. В планах на следующие пять лет строительство 8 школ и 16 детских садов. Днем праздник учителей продолжит праздничный концерт. На сцене ДК Родина выступили вокальные и танцевальные коллективы. Также были отмечены лучшие учителя и воспитатели. Сегодняшний праздник посвящен учителям. Мы дарим им концерт и подарки вместе с наградами. Награды разного уровня. Это грамоты Министерства образования Московской области. Это грамоты Совета депутатов. С поздравительной речью обратился к преподавателям и первый заместитель главы ХИМОК. Ваши в руках находятся не только наши будущие, но и наши настоящие. Мы все когда-то были учениками. И спасибо тем учителям, которые вложили в нас то, что сегодня мы отдаем и территории, где мы работаем, и компании. Также сегодня пройдет церемония награждения учителя года 2018. В пятерку лучших по стране вошел химчанин, учитель истории и общества знания гимназии номер 9 Григорий Назар. Он участвует в конкурсе уже не первый год. В прошлом году одержал победу в муниципальном отборочном этапе. И обошел коллег на областном конкурсе. Скоро будет известно, удалось ли ему стать лучшим в России. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Матвей Шинкаренко. Служба новостей.